Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Тема дня». Сегодня я веду, я Михаил Горин. Мой собеседник, украинский политолог Вадим Карасев. Вадим, приветствую вас. Да, приветствую вас, Михаил. В самом начале хочу выразить солидарность с израильским народом, с вашим государством, ну и выразить сочувствие, соболезнования, семьям, тех, кто пал жертвой террористической атаки Хамас на Израиль. Спасибо большое, это очень ценно для нас. Сейчас в эти дни, я хочу сразу сказать, поступает и мне лично, и моим коллегам, да и многим израильтянам слова поддержки из Украины. Мы видим кадры центральных улиц Киева, где появились израильские флаги. И это сейчас очень ценно и важно для нас, потому что в Израиле впервые за 50 лет идет война. Не какая-то военная операция или что-то, или ее разновидность, а настоящая война. Об этом мы еще поговорим. Я хочу заранее предупредить, что не исключено, что нам придется прерваться на какие-то секунды, минуты, может быть, потому что вот только что буквально в центре страны, в том числе в Тель-Авиве, были звуки сирены, и геройствовать здесь особенно не приходится. Надо прятаться, приходится. Да, теперь к теме нашего разговора по поводу, возвращаясь к словам поддержки. Владимир Зеленский, он несколько раз выступал по этому поводу. В том числе он заявил, что помимо слов поддержки Израилю и тому, что он считает справедливым оборону Израиля, он заявил, что власти России напрямую заинтересованы в разжигании конфликта на Ближнем Востоке. И вообще во многих комментариях политологов, да и военных экспертов звучит эта версия, что Россия, если и не была инициатором вот этого, этой встряски на Ближнем Востоке, этой войны в Израиле, то, безусловно, она причастна к этому. Кто-то считает, что эта версия недееспособна, кто-то является ее сторонником. Скажите, пожалуйста, как эти события и вот этот ракурс виден из Киева? Ну, из Киева может быть и разные подходы. Так, я бы все-таки не настаивал на том, что вот Россия прямой инициировала вот эту новую, как вы сказали, действительную войну против Израиля. Ну, во-первых, все-таки надо учитывать давние неплохие отношения Путина и Нетаньяху. Это раз. Во-вторых, все-таки у Путина отношения к Израилю, я бы сказал, двойственные, как минимум, и вряд ли бы, что вот была заинтересованность в России в том, чтобы радикальное, религиозное крыло Палестины, Хамас, как исламское движение сопротивления, так оно, по-моему, переводится, вот осуществляло вот такой вид террористического нападения на Израиль. В общем-то, тут много конспирологии, не хочу даже дальше вдаваться. Другое дело, то объективно, помимо намерений, субъективных там переживаний, объективно, да, Россия, этот конфликт где-то выгоден. Если он затянется, если война затянется, если Ближний Восток станет вновь таким центром нестабильности мира, если будет длительная война, ну, диверсионное сопротивление Палестины, а потом, если подключится к этому Хезбалла, или там прошиитская группировка, или Иран, то понятно, что такая длительная новая Ближневосточная война, она вынуждена будет, вынудит Соединенные Штаты Америки, в целом союзников Израиля, втянуться в военную помощь, финансовую помощь, да и медийная составляющая, то есть западная пресса, западное телевидение будут освещать именно вот эту войну, и таким образом российско-украинская война или российское вторжение в Украину вот уйдет на второй план, и, скажем, станет там неинтересным, а стало быть неважным, в какой-то степени неважным для Запада, потому что на первый план выйдет Ближневосточная, либо Палестино-Иральская война. Вторая составляющая выгоды, ну, наверное, если война будет расширяться, будут втянуты, помимо Хамаса и Хезбалла, и Иран, заполыхает весь Ближний Восток, то понятно, что цена на нефть повысится. Значит, здесь бенефициаром тоже может быть экономика или бюджет Российской Федерации. Ну и третий, можно поиграть в миротворца, потому что если станет вопрос о том, чтобы завершать войну дипломатическим путем, то, наверное, тут какие-то будут важны контакты с Ираном, чтобы не втягивался Иран в войну, Хезбалла не втягивалась в войну. Значит, тут могут пригодиться связи по линии Китай-Иран, Россия-Иран. И второй момент – это, ну, скажем так, взять под определенное крыло ряда арабских государств и, в частности, ту палестинскую часть, или часть Палестины, которая называется западный берег реки Иордан. То есть там, где Патх и так называемая национальная палестинская администрация находится во главе с Махмудом Аббасом. Ну, в отличие от Хамаса – это сектор газа. В частности, если посмотреть на вчерашний день, в России прибывал глава Лиги Арабских Государств, встречался с Лавровым, я видел пресс-конференцию, отрывки с пресс-конференции. Промелькнула информация о том, что готовится визит Махмуда Аббаса в Москву, то есть лидера в автономии. Ну, здесь, конечно, могут как бы приходиться дипломатические какие-то усилия России в качестве, ну, кому как, в кавычках или без кавычек, миротворство заинтересовано в том, чтобы на Ближнем Востоке все-таки был, ну, не разрасталась как минимум война, и все-таки вернулись с каким-то, скажем так, дальнейшим мирным соглашением и мирным урегулированием сложнейшей, конечно же, сложнейшей проблемой, вот, которая сегодня, сложнейшей проблемой решения палестинского вопроса, так называемых, скажем так, двух независимых государств на землях, Израиля и Палестины. Мы видим, сколько мирных усилий, мирных дипломатических переговоров, в соглашении и так далее, было потрачено вот последние, ну, примерно 20 лет, начиная с последней войны в Ливане, и в 2005-2006 годах, когда Израиль вывел свои войска из Ливана, Эгут Барак тогда был премьер-министром, если я не ошибаюсь, и когда, в общем-то, с надеждой на то, что демократические процессы на Ближнем Востоке, или, точнее, в Палестине, или на палестинской территории, могут привести к умиротворению, пацификации радикальных палестинских группировок, вынудились Соединенные Штаты Америки пойти на выборы в секторе газа, на выборы, в целом, на палестинской автономии, когда к власти, фактически, через демократическую процедуру, неожиданно, как раз и пришел Хамас, и тогда стал претендовать на лидерство и на представительство всего, скажем так, всей палестинской территории. Мы видим, сколько усилий было потрачено, как шел на те же переговоры и на уступки Израиль, так, выведя, кстати говоря, свои войска из сектора газа, секторы газа, так, вот, в 2006 году, если я не ошибаюсь, помогая финансово сектору газа, ну, мы видим, как это фактически разломалось буквально неожиданно, хотя, наверное, готовилось это давно, разломалось буквально в одну ночь. И сейчас, фактически, вот, Израиль находится вот в такой экзистенциальной опасности, вынужден решать свои проблемы безопасности, так, как получается, получается, что все дипломатические мирные усилия до сих пор, ну, наверное, где-то начиная вот с 80-х годов и особенно с процесса Осло, так, 93-й год и 95-й год под эгидой Клинтона, тогда президента Клинтона, с израильской стороны Исаак Рабин, с палестинской, Яси Арафат, вот эти 30 лет фактически привели к исходной позиции, к исходному старту. Так что, конечно, сейчас много будет желающих поиграть миротворцев, призывом к Израилю дипломатически урегулировать конфликт, остановить войну и так далее. Здесь Россия может тоже, как бы, вернуть себе имидж миротворца или репутацию миротворца и дипломатического регулировщика. Ну, трудно представить себе, что страна, которая занимает одну позицию, а она не признает Хамас террористической организацией, в отличие от многих других стран. Руководители Хамаса приезжают в Москву и встречаются с высшим руководством страны, в том числе с министром иностранных дел. Трудно предположить, что эта страна может играть какую-то миротворческую роль, но у меня к вам даже другой вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот после того, что произошло, после того кошмара, который был 7 октября в субботу, когда убивались мирные граждане, женщины, дети, старики, даже не хочется повторять, а уж тем более показывать эти кадры. Они и так гуляют по интернету. После всего этого нет ощущения, что все миротворческие усилия последних десятилетий просто сгорели в топке, что к ним невозможно будет уже вернуться, что уже можно будет речь, что уже будет роль играть только сила. Ну, конечно, я об этом и говорил в конце, так, что вот вся история, ну, 50-30 лет как минимум, так, начиная с начала 90-х годов, все это действительно в топку ушло. Все придется начинать сначала. Но вот как здесь, что начало? Силовой путь? Ну, достаточно, если возможен силовой путь. В частности, кстати говоря, сегодня есть такая, ну, не мода, а вот такой тренд на то, что, наверное, застарелые конфликты нужно решать, и они могут быть решены силовым путем. Ну, в частности, Нагорный Карабах, где Азербайджан, в общем-то, решил проблему Карабаха и армяно-азербайджанских отношений силовым путем. Но здесь играют сроки. Понимаете, если у Израиля получится зачистка Хамаса и возвращение контроля над сектором газа в ближайшие дни, тогда можно считать, что такого рода способы решения конфликта зачетные, и можно поставить зачет, зачет поставить. Если это не удастся, и если это будет растягиваться, и если будут вовлекаться разного рода группировки, там, квазилегальные или нелегальные, та же Хизбалла, или, хуже того, много стран с разными, так скажем, интересами и выгодами, не столько и не только миротворческими, сколько уже с геополитическими интересами. А главное, если сюда еще подключится так называемая Арабская улица или Мусульманская улица, которую всегда инстинктивно боялись, ну, скажем так, более-менее умеренные монархии Арабского залива или арабские монархии, или светские арабские режимы, вот тогда, конечно, это может не привести к решению конфликта, а главное решению проблемы безопасности Израиля, потому что вот главная проблема экзотенциальной безопасности Израиля, а наоборот создать новые, там, так, условия и факторы для не только возрождения или регенерации, ремиссии застарелых, болезней Ближнего Востока, но и создать новые конфликтные точки. Вот это первый момент. Значит, сроки решает. Это многое зависит от того, как будет действовать израильская армия, как ЦАХАУ, как будет, скажем так, проведена эффективная операция. Пока я вижу, что намерения такие у израильского военно-политического и военного руководства есть. Но еще раз говорю, насколько это будет эффективно, а во-вторых, насколько это будет скоротечно. Если нет, тогда ситуация может, скажем, быть достаточно сложной. И второй момент. Очень многое будет зависеть от позиции Китая, но намного больше от того, какая ситуация будет в самих Соединенных Штатах Америки. Потому что во многом, мне кажется, может, я ошибаюсь, демократическая администрация США не уделяла внимания именно ближневосточной проблеме. Слишком полагалась на вот такой компромисс между палестинцами и израилями, особенно со стороны палестинцев. Не всегда правильно оценивала риски безопасности или мотивы безопасности израильской стороны. Мы знаем, что Байден долго не принимал Натальяху. Так, премьер-министра. Слишком демократическая администрация США заботила внутриполитические, внутридемократические процессы в Израиле, которые, безусловно, тоже, скажем, были достаточно сложены в последнее время. Но меньше вот именно вот этот аспект, внешний аспект безопасности Израиля. Поэтому, мне кажется, много будет зависеть от того, по какому сценарию пойдут президентские выборы в США, насколько все-таки Байден сможет выйти из этого лабиринта проблем, которые сейчас... Я даже не говорю там о Тайване, даже об Украине, а вот именно о Ближневосточном, скажем, узле противоречий, потому что не все так в демократической партии, особенно в электорате демократической партии. Там есть и пропалестинские настроения, в отличие от республиканцев, и в отличие от республиканских кандидатов, ну, не говоря уже о Трампе, и это Ники Хейли, и Дюсанкис, которые занимают, ну, достаточно такую жесткую, явную, ясную, четкую произраильскую позицию или позицию государства Израиля. Возможно, придется вернуться к тому плану, который начал реализовывать Трамп, так называемые аврамические соглашения. Вот так. Байден попытался тоже продолжить эту линию для того, чтобы, ну, скажем так, создать неплохой дипломатический задел на свою президентскую кампанию, в частности, подписание сделки между Саудовской Аравией и Израилем. Не думаю, что сейчас это реалистично, уже после всего того, что было, и то, что сейчас есть. Но вот то, что Трамп, план Трампа, который, ну, во всяком случае, Трамп много сделал для того, чтобы позицию Израиля учесть, и не допустить радикализации Хамаса, и вот не говоря уже о таких террористических вылазках, которые мы наблюдали 7 октября. Я имею в виду и то, что Трамп посольство США перевел в Иерусалим, так, из Тель-Авива, ну, и много других заделов, связанных с Саудовской Аравией. Кстати говоря, много тоже здесь плохие отношения, или, скажем так, не очень хорошие отношения между Байденом и Билл Салманом могли тоже сыграть свою роль, в отличие от Трампа, у которого с Билл Салманом и с Саудовской Аравией были достаточно хорошие, прочные отношения. В общем, тут важно, как еще поведут себя союзники США на Ближнем Востоке. Это Египет, Саудовская Аравия, так, другие, в отличие от того же Катара, который финансово помогал Хамасу. И, в целом, как будут реагировать другие заинтересованные игроки. Ну, вот мы видим позицию в Турции. Она достаточно, скажем так, непонятна, неясна и, скажем, не израильская, не произраильская. В отличие от того же Азербайджана, который поддержал Израиль. Ну, в общем, клубок противоречий достаточно здесь серьезный. Замес такой сегодня, так, начинается, если зачистка Хамаса и возвращение в сектор газа будет затормозан и станет длительным процессом. И тогда, конечно, из этого ближневосточного или палестинского, лабиринта палестинского вопроса и необходимости его решения, будут выходить очень трудно. Я только здесь могу возлагать какие-то определенные надежды на республиканцев и на возможного президента-республиканца уже после президентских выборов в США. Вадим, под занавес нашей беседы так сложилось, что новости из Израиля потеснили сообщения из Киева. Но это объективный процесс, так бывает всегда, к сожалению. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит на фронте вообще в Украине. Потому что сообщения, которые приходят, они разноречивые. С одной стороны, говорится об активизации наступательных действий украинской армии. С другой стороны, сообщается, что Россия перешла от обороны к наступлению на ряде участков. Да, вы, безусловно, правы, что даже вот здесь у нас война. Но, тем не менее, сейчас большая часть эфиров – это Ближний Восток, это Израиль. И, ну, это не только, скажем так, медийный интерес, но вот и какая-то солидарная какая-то, скажем так, позиция всего политического класса Украины. И я бы сказал, что Украина сейчас одно из наиболее произраильских государств. Спасибо. Это точно, это да. Вы говорили уже о подсветке в Киеве, которая была в субботу. Это коммерческие рекламные агентства, структуры. Безукоризненно, беспрекословно воспользовались такой рекомендацией мэра Киева, главы КМДА Виталия Кричкова. Ну, и это позиция, в общем-то, украинского правящего класса. Если говорить о ситуации, и действительно украинцы очень сопереживают и сочувствуют и израильтянам, так, гражданам Израиля, евреям, особенно гражданским, которые стали вот жертвами вот этой террористической атаки. Это, конечно, это искренне, это именно душевная, сердечная солидарность. Это принято близко к сердцу, знаете, как говорят таким словом, таким выражением. Что касается ситуации на фронте, значит, где-то мы укрепляемся, сейчас под Купинском, Украина укрепляет оборонительные позиции, туда резервы, там сейчас достаточно плотно наступает Россия, значит, там мы начинаем укреплять рубежи. Дальше, вчера достаточно серьезный был обстрел, такой массированный артиллерийский обстрел со стороны России по Авдеевке. Это Донецкое направление, там Донецкий комбинат большой был, ну, фактически Авдеевки нет, и там активизация россиян, по крайней мере, артиллерийская, так, активизация. На остальных участках пока бои идут с переменным успехом, каких-то большого наступления нет ни одной, ни другой стороны, есть локальные такие наступления, контрнаступления. Ну, в какой-то степени можно сказать, что фронт или бои начинают, или войска начинают готовиться к зиме или к осени, так. Так что каких-то новостей таких, которые бы резко поменяли ситуацию на линии фронта, пока за эти дни не было, хотя ведется при этом активная артиллерийская батарейная, и контрбатарейная борьба. Ну, а вот на Копинском направлении, там, где уже давно идет такое ползучие, тактическое, но все-таки наступление России, украинские войска переходят в достаточно серьезной, шелонированной и укрепленной обороне. Вадим, большое спасибо за то, что были с нами, за ваши комментарии и слова поддержки. На этом все. Напомню, что моим собеседником сегодня был украинский политолог Вадим Карасев. Всего вам доброго. Спасибо.